Всем добрый день! У нас 4 часа езды, и мы приехали с Хюе и доехали до самого красивейшего места во Вьетнаме. Смотрите, какая красота! Такой классный свежий воздух, чуть-чуть прохладненько, и всюду рисовые поля, смотрите. Какая красота! Глаза прям наслаждаются. Очень нравится здесь. И это место называется Фонгня. Это у нас балкончик с задней стороны. Сейчас я вам покажу балкончик с передней стороны. Смотрите, мы здесь видим двухместные номера. Я брала не двухместный номер. Видите? Всюду так пахнет чистотой. Вы видели, какие полы здесь красивые. А вот у нас балкончик с передней стороны. А вы видите, какая красота? Вот это вы видели? То, из-за которого я нахожусь здесь. Сашка говорит, как Голливуд на горе. Очень красиво смотрится, да? Саша, тебе нравится? Красиво здесь? Да. Ага. И давайте я вам покажу наш номер. Вот наш номер угловой. Четырехместный. Вот, смотрите, наш номер. Смотрите, какой огромный номер. Здесь есть кондиционер, вентилятор, четыре окошка, которые все открываются. Здесь и вешалка, и шторки, и зарядки. Четыре полотенца. При заселении дали бутылки воды каждому члену семьи. Фен я вижу там, чайник есть. Кофе, чай, не знаю, дали, не дали? Нет. Не дали, да? Так, кровати две. Такие плотненькие кроватки. Вешалка такая интересная. И вот ванная комната. Чистенькая, беленькая. Надеюсь, горячая вода есть. Все такое, знаете, в домашнем стиле. Все так прям уборку делает. Так прям хорошо понравилось. Особенно вид. Прям из-за чего мы находимся здесь. Кстати, здесь есть и Wi-Fi, и еще завтрак включен. И отгадайте, сколько вышел мне этот номер. И этот номер мне в сутки вышел всего лишь 411 тысяч донгов. То есть 7 345 тенге. Представьте, вы у нас в Казахстане сможете найти помещение за такую сумму с интернетом, с включенным завтраком на троих человек. Такой у нас не найдешь. Но почему-то прачечная, здесь я внизу уже посмотрела, уже не 20 тысяч донгов, когда мы стирали, когда мы были в Донанге. А здесь уже 40 тысяч донгов. Подороже чуть-чуть. Транк-Ан отель. Высотки тоже красивые. А вот он бассейн. Тинс Кози. Вот он бассейн, Жень. А я не видела. А вот там какие горы шикарные. Смотрите. Прямо глаза радуются. Смотрите, солнце практически село. Прямо напоминает очень Рейли и Эльнида, когда перед нами стоит вот эта красивая гора. Здесь есть самая известная пещера. Называется Шон Донг. Я вообще-то хотела в Шон Донг попасть. Ее открыли буквально недавно. Это считается самая огромная пещера в мире, в которую может пролетать даже Боинг. Представьте. Вот этот фон дня, в который я буду пещере, там тоже она огромная. Тоже может скатик пролетать. Тоже огромные пещеры. Одни из самых огромных пещер. Ну, воздух здесь... Солнышко село прям свеженький, да? Дождик. Видите, как мы белье постирали, повесили. Зачем платить за лаундри 40 тысяч Донг, когда мы можем своим мылом постирать и повесить. Так, нас заселили на третий этаж. Лифта здесь нету. Холоденька, кстати, в номере нету. Но зато есть другие удобства. Во-первых, чистота здесь. Убираются здесь. Пахнет чистотой. Прям так мне нравится очень. И заселили нас на верхние этажи. Потому что там намного интереснее и лучше. Как выглядит первый этаж. Смотрите, вот здесь по ношению ложек прям. Когда мы едем. Да. Вы поймете. Да, мы поймете. Да, мы поймете. Сommанах, если вы где-то там. Два? Стоять? Стоять или левые? Да, стоять или на улице. Нежина или сон. У нас есть семьи. Шоунгья, которая семинара. Шоу сонгья, когда вы стоите. То есть 250. У нас сейчас есть 3 кофе. У нас есть 3 кофе. Три кофе. Кофе? Окей. идем гулять, заселились, охладились, застирались, так классно, никого нету, здесь прям, знаете, как мы с Женей любим деревни, мы сами с деревней, да, с города Тарас, ну, это как большая деревня, и мы сами любим деревни, потому что здесь нет людей, нет толпы народа, нет грязи, или даже меньше грязи, да, свежий воздух, чистота и вот такая вот красота, ну, ну, вот как не любить вот такие маленькие деревушки, таких странах, как Вьетнам, Таиланд, Филиппины, смотрите, какой идеальный Мексо для релакса, и караулки рядом можно петь, да, релакс, всюду горы, прохладный воздух, основной вид транспорта этой байки, и все, тишина, классно, вот так можно просто сидеть и кушать, с той стороны и там делали чикен суп, вау, ну, вот здесь вообще, да, красота, прям у горы фонгняк, фонг, а здесь вот жарят гуся, всем доброе утро, смотрите, мы проснулись с таким прекрасным видом, время 8 утра, сейчас мы позавтракаем и поедем изучать окрестности фонгня в сторону Парадайз Кейф, а затем, если останется времени, мы посетим уже пещеру фонгня, В последние годы национальный парк фонгняк включается все чаще и чаще в маршруты путешествий по Вьетнаму, и это, безусловно, одно из самых красивых мест не только Вьетнама, но и мира, любителям активного отдыха и природы открывается масса возможностей исследований пещер, трекинги, велотуры, мотобайк-райды, прогулки по реке и тому подобное, Кроме того, поездки к пещерам уже само по себе приключение, дороги и пейзажи парка невероятно красивы, по дороге к пещерам можно сворачивать крапника и водопады. Национальный парк фонгняк и банк считается одним из самых больших карстовых регионов мира. Возраст карстовых образований фонгни оценивается в 400 миллионов лет, что само по себе уже придает невероятной мистики этому месту. Смотрите, какая красота здесь. Мы решили остановиться и посмотреть такое красивейшее место. Едем, едем. Вы знаете, вот по вот этой дороге будем ехать около... В сторону Лаоса. Да, мы едем, получается, около 29 километров в сторону Парадайз-скейф. И представьте, повсюду какие красивейшие места. Мы едем как будто среди хор. Здесь мы можем видеть, смотрите, католическое кладбище. Видите, как интересно их хоронят, строят им такие мини-домики, подношения ставят. Очень напоминает кладбище, как у мусульман. Мусульмане тоже делают домики там. Но у каждого, кстати, есть оградка. Здесь, кстати, оградок нет. Да? И вот напротив стоит католическая церковь. Старейшая церковь 1919 по 2019 год. На территории парка насчитывается порядка 300 изумительных карстовых пещер, некоторые из которых легко доступны и открыты для посещения. Кстати, для посещения национальный парк открылся совсем недавно, с 2010 года. Многие из исследованных пещер парка остаются закрытыми, либо имеют ограничения по доступу посетителей. А в некоторых пещерах до сих пор ведутся исследования. Если вы в национальном парке Фонгня всего пару дней и не собираетесь тратить время, деньги на эпические экспедиции, то можно, в принципе, посетить парк Фонгня всего на пару дней. Один день можно провести, осматривая пещеры, до которых можно добраться по реке, а на второй день взять мотобайк и самостоятельно следовать окрестностей и пещеры, либо выбрать на месте какой-нибудь интересный дневной тур. В принципе, можно взять экскурсии, но экскурсия в отеле была по облачным ценам на одного человека аж миллион двести пятьдесят тысяч донгов. Включалось туда посещение ботанического сада, пещеры Парадайз и пещеры Фонгня. Ну, конечно же, идет с трансфером с восьми тридцати до где-то до пяти вечера, ну, а целый день, вот. И мы решили, чтобы не тратить лишние деньги, мы решили, конечно, сами взять в аренду байка за сто пятьдесят тысяч долларов, заправить бензином литр-два литра и самостоятельно исследовать эти пещеры. Так, прибыли мы в пещере Парадайз Киев. Здесь достаточно туристов, как и такие же, как мы. Парковка стоит пять донгов. Пойдем покупать билетики. Так, приобревая билетики, стоит двести пятьдесят донгов на каждого человека. Вот, здесь вот билетики проверяют. И плюс на баги туда-обратный по двадцать донгов, типа со скидкой. Только я не представляю, как это понять, баги, насколько далеко нас отвезут. Все, нас встретили здесь, посадили на баги. Я не знаю, насколько долго будем ехать, я в интернете не нашла эту информацию, но засекаем. Да, Женя, засекаем сколько метров ездим на баги. Говорят, лучше ехать на баги до отправной точки, а там уже силы оставить на пяток ступенек наверх. Так, баги, конечно, лучше брать. Ехали мы около километра, чуть-чуть поднимались в гору, поэтому лучше поехать на баги, чтобы лишнюю силы оставить на подъем в гору. Короче, предлагаю два пути, можно по ступенькам и можно пятьсот семьдесят метров вот так, потихонечку вверх. Ой, жалко, что здесь баги не ходят. Так, мы идем среди джунглей. Классенько так, здесь прохладно. Я думала, будем идти среди солнца. По дороге сюда, на эту пещеру, мы видели очень много бабочек. Смотрите, в основном белых. Вау, какая красивая бабочка! Мы поднимаемся потихонечку. А какой путь вы выбрали? Резко вверх по ступенькам? Или плаву пятьсот семьдесят метров? Так, вот мы поднялись. Полкилометра, я не скажу, что так прям было сложно. Вот, поэтому выбирайте, какой путь вам больше нравится. Подниматься потихонечку поверх, по этой, или уже по ступенечкам. Ну, кардио, конечно, замечательное. Так, здесь вот объясняют про эту пещеру. Пойдем посидим. Вьетнам и Фунг Ня не очень болезненные. Когда вы их видите, не скрывайте. И большинство гетко и спайдеров в каффе кстати, вот такие цены. Цены, в принципе, приемлемые. Бутылка воды пол-литра, десять донгов. Если, например, кола по пятнадцать, можно здесь мороженое взять тридцать донгов. И, в принципе, цены приемлемые здесь нормальные. И спускаемся. О, пещера, кстати, прям веет прохладой, что очень приятно. Какая дырка в моей это пещере? А? Дырка? Нашли ее, да, это пещере? Влажная, влажная какая-нибудь. Ага. Ух ты, какая она глубокая. Вау. Вау. А эхо нету. Обалденная пещера. Я представляю, какая будет Шон-донг пещера. Кстати, для того, чтобы попасть в Шон-донг, я, кстати, увидела пещеру Шон-донг. И я захотела в нее попасть. А потом, когда я уже начала изучать про Шон-донг, что ее недавно обнаружили, только в 2010-х годах, сначала была Фунгня, самая большая пещера, которая вошла в книгу Ревордов Гиннеса. А потом уже, когда нашли Шон-донг, вот именно пещеру Шон-донг признали самой большой, самой широкой пещерой во всем мире. Потому что в этой пещере, в Шон-донг, может пролетать даже Боинг. Насколько она большая. Там своя экосистема, свои зеленые растения, насаждения. Потому что там есть кое-какие места, в которые проникают лучи солнца. Там свои животные какие-то. Все это изучается, и пещера изучается до сих пор. Кстати, пещера Парадайз-Кей, в которой мы находимся, она считается одной из самых красивейших пещер. Такое ощущение, как будто это марсианская впадина. Как будто мы находимся где-то в другом мире. Да, Жень? Похоже, как будто на марсианскую впадину. Как будто мы находимся где-то в другом мире. Вот так смотришь, особенно наверх. Смотри, Жень. Особенно наверх, когда смотришь, такое ощущение, как будто мы прилетели в другой мир. И знаете, вот здесь вот капает дождик, конденсат. Пойдем дальше. Обалденно. Женьке тоже. Да, вон оттуда. Ее здесь уже не видно. Вон она, покажи пальцем. Пальцем покажи. А, смотри. Вон дырочка. А вон оттуда. Это что люди оттуда вверх? Ну вот это есть дырочка. Это мы оттуда спустились, да? Да, дырочка одна маленькая. Вон там, где люди спустились оттуда, это мы с такой маленькой дырочки мы спустились вниз. Вы представьте, какую пещеру нашли. А вот Шон Донг нашли в 2010-м тоже. Там еще больше. Фон Гня тоже большая. Одна из больших пещер. Фон Гня, ты представляешь? Если это считается для нас большая, я представляю, Фон Гня какая будет большая для нас. Сюда очень тяжело добраться. Почему? Фон Гня? Нет. Там на лодочке сидишь, и все, и тебе доплывают. Это вот до сюда тяжело добраться, до Парадайз Киев. Так говорят люди, потому что 500 ступенек наверх подниматься. Нет, которые открыли большую саму. А, Шон Донг? Шон Донг. Для того, чтобы... Да, я хотела, я вот не дорассказала, я хотела, когда увидела эту пещеру Шон Донг, которая прилетает даже в Боинг, она такая красивая, такая большая. И я подумала, блин, надо там побывать. Но, во-первых, там экспедиция длится туда 5 дней. Они в пещере находятся, изучают, живут там в палаточках, да? И стоит этот тур в пещеру Шон Донг на 5 дней 3000 долларов. Это уже, знаете, для тех спелеологов, которые прям вообще обожают пещеры. Я прям не так сильно их обожаю, но интересуюсь пока. Я пока начинающий, как сказать, спелеолог, да? Вот. Но чтобы такая прям, чтобы у меня любовь, чтобы заплатить 3000 долларов и 5 дней жить в самой пещере, нет, я бы не смогла бы. Мне не хватает солнышка. Смотрите, вот здесь, да, как красиво. Вот здесь обалденно красиво. Повсюду такие грибочки, сталактиты, сталагмиты. Смотрите, так красиво они подсвечивают, да? Прямо хорошо видно. В других пещерах, в других странах они не так подсвечивают, поэтому не видно этой красоты. Например, недавно мы были в пещере на Филиппинах. Самое красивое это подземное, где река. Едешь в темноте, да, и он фонариком подсвечивает. Я не знаю, как будет в пещере фонгня, потому что я еще там не была, нам еще предстоит там побыть, но вот здесь так красиво все подсвечивается, очень красиво, и ты видишь эту красоту прям своими глазами. Обалденно красиво. Вот мы здесь гуляем, ходим, да, смотрите, зашли мы в другой зал. посмотрите, какая красота вот здесь. И особенно нас поразил вот этот пол. Посмотрите на землю. Видели, да? То есть эта природа создала специально такие отчетливые формы в виде гор. Представьте, вот здесь получается как будто как речка текет. Мне кажется, когда период дождей, она еще более заполняется, вот это все по речке текет. Вы представьте, как будто это горный хребет. Смотрите, сейчас ближе покажу. Игорь Негода. тоже хребты. Горные. Вот природа, да, это создала? Это все делается тысячелетиями. Это все природа создавала тысячелетиями. Вообще-то это сталагмит. Он снизу вверх растет. Смотри. Ты представь, сколько он вырос, насколько он. И вот смотри, вот здесь вот горные хребты, как красиво, да? здесь видно, что здесь много-много воды. Озеро. Видишь? Озеро? Озеро? Я не видела там озеро. А ты сверху снял озеро? Смотрите, вот здесь есть озеро. Смотрите. Озеро. Я acids. Озеро. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok И до открытия пещеры Шонгдонг Именно пещера Парадайз Киев считалась самой крупнейшей и самой длинной в национальном парке Фонгня Такие большие пещеры Субтитры делал DimaTorzok 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 Следующим нашим пунктом было посещение пещеры Фонгня Билетная касса находится недалеко от нашего отеля Примерно в километр Вход в пещеру стоит 150 тысяч донг Но сама лодка стоит 600 тысяч донг Который вмещает в себе 12 человек Я сначала не знала как мы будем помещаться в эту лодку И придется ли нам покупать полностью эту лодку за 600 тысяч донг Но ничего страшного Подошли мы к кассе Там стоят помогалы, которые предлагают и соединяют вас с группой из 12 человек По 50 тысяч донг на каждого Так что билет вышел нам на каждого 200 тысяч донг Как я уже говорила, всего в парке насчитывается более 300 сотен пещер По началу самой крупной считалась пещера Фонгня Ее название переводится как Зубы Его происхождение, скорее всего, связано с многочисленными сталактитами и сталагмитами Пещера сразу попала на страницы книги рекордов Гиннеса На тот момент она была не только самой крупной в мире Но и обладала самой длинной подземной рекой С пляжем протяженностью аж 14 километров Подземную реку назвали нам Аки На самом деле это фрагмент крупной реки Шон Которая текет по поверхности Потом ныряет под землю Пересекает пещеру Фонгня И вновь выныривает на свет возле горы Горы по фазам Кстати, Шон не единственная река в парке И есть еще Тяй А еще имеется множество мелких ручьев Вместе с реками они и сформировали подземные пустоты Кроме того, ручьи славятся своими водопадами Самыми красивыми считаются Зео и водопад госпожи Луан Кроме реки, пещера Фонгня Славится причудливыми натечными образованиями Некоторые имеют собственные имена Например, есть Будда и Лев Своды украшены огромными сталактитами Имеется даже целый сталагмитовый лес Как известно, сталагмиты это сталактиты наоборот То есть они растут снизу вверх Река выточила в известняке огромные сводчатые залы Высотой до 40 метров Это поистине королевские апартаменты Всего насчитывается в пещере Фонгня 14 помещений От залов в разные стороны расходятся узкие и широкие ходы Некоторые из них заканчиваются тупиками Другие приводят обратно в залы Это настоящий подземный лабиринт Самое интересное, что его планировка меняется Поскольку река продолжает свою эрозионную деятельность Вы видали вот такие вот Красивые какие цветы Прям вообще обалденные Смотрите, главное, это не просто сосульки там свисающие А они, смотрите, разной причудливой формы Есть в виде цветочка Есть в виде вот этого кукурузинки А вот здесь вот такие каплями, смотрите Вы представьте, эта природа все сделала сама Миллиардами лет Обалденно Смотрите, как красиво Блин А вот здесь вот, смотрите, да Пятно беленькое Вот это начинается Имеется в виду, они молоденькие Сталактиты, которые вот оттуда вообразуется Видите, вот так они возрождаются Потом вода накапливается, накапливается И вот эти известняковые отложения Все становится все длиннее и длиннее И образуют вот такие вот причудливые формы Очень красиво здесь Очень нравится А вот здесь это вообще Грибочки, грибочки Даже не грибочки, знаете, на медузы похожи Вам не кажется? Так похоже на медуз Красота А вот здесь тоже мы видим То, что природа создала Видите, здесь как будто вот горы свои Марианские впадины Очень красиво Вот это как огромный гриб Вот эти как медузики Обалденно Красиво Смотрите, а здесь мы вот поднялись Наверх Вау, здесь они даже зеленого цвета Это надо же, почему зеленого? И здесь светло-зеленого Видите, как они Образуются вот эти Капли стекают Смотрите, как сверху Вот так мы сначала проплывали Значит, где-то около километра проплываешь на этой лодочке Потом лодочка останавливается Вы уходите и уже пешком совершаете маршрут И эта лодочка вас ждет уже с обратной стороны Смотрите, а здесь природа создала такие вот впадины Как травертины Природные травертины Мне кажется, даже когда сезон дождей Чаще идут дожди Я не знаю, здесь будет проникать еще больше воды Они вот так будут классно заполняться Красиво Но все равно вода капает Мне кажется, если вот такие впадины Мне кажется, все-таки вода здесь есть В период сезона дождей Видите, вот сейчас водичка капает 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 Вот капает На это место, смотрите, видите, постоянно И вот образуют вот такие вот Стала птицы Все это делается годами Годами Миллиардами Видите водичка Титул самой большой пещеры мира Фонгня сохраняла до 2009 года А потом первенство пришлось уступить Пещере Шон Донг Ее открыли британские ученые Увиденное потрясло даже бывалых спелеологов В некоторых местах своды зала было невозможно увидеть Поскольку они имели высоту аж 200 метров Ширина некоторых участков достигала 150 метров Шон Донг больше фонгня как минимум в пять раз В некоторых залах растет трава и даже деревья И это стало возможным благодаря провалам в сводах Через которые проникает солнечный свет И изучение крупнейшей в мире пещеры Шон Донг Продолжается до сих пор Смотрите даже что здесь продает Все в тематике СССР А ну и конечно же ихнего флага Смотрите что продают засушенные креветки Наш очередной день подошел к концу Сегодня наш день был очень насыщен Посетили пещеры Парадайс и Фунгня Хотели еще посетить ботанический сад Но сил уже не было Мы очень устали и решили освежиться в нашем бассейне Посетить пещеры Парадайс и Фунгня Я очень рекомендую Пещеры поразили своими огромными масштабами Таких пещер я еще в жизни не видела Хотя на моем счету пещер было немало Национальный парк Фунгня нам очень понравился Хотели пожить еще пару-тройку дней Но впереди нас ждут еще другие локации Вьетнама Следующий выпуск уже будет посвящен уже одной из провинций северного Вьетнама Это провинция Нимбинь Подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан Впереди вас ждет еще больше интересного Которым я хочу поделиться с Вами Ведь на планете Земля столько всего интересного и удивительного Ох